Можно ли обойти всю доску, если бы он переходить по стороне, побывав в каждом треугольнике ровно по одному разу? Вот можно ли как-то ходить так, чтобы обойти доску, побывать в каждом треугольнике? И даже, более того, в скольких треугольниках удастся побывать. Это уже вторая задача, то есть если не удастся, то в скольких максимально возможно. Да. Ну и решение, собственно, показано, вот как сказка в два цвета. Когда мы ходим, все время из светлого треугольника переходим в темный, и значит нужно посчитать, сколько светлых, сколько темных. В сумме их 64, а количество отличается, в каждой линии количество отличается на единицу. Значит надо число 64 разбить на два слагаемых, отличающихся на восемь. 64 минус 8 это 56, 56 пополам это 28. Значит 28 темных и, соответственно, 36 светлых. Замечательно. Значит наш маршрут не может быть длиннее, чем 28 плюс 28 плюс 1. Если начинаем в светлом, потом чередуем светлое и темное и заканчиваем в светлом. Но такой маршрут, конечно, существует, надо просто начать и вот так вот идти, идти такой змейкой, змейкой, змейкой и так далее. И пройдем те самые 57 треугольников. Еще мы могли бы, конечно, не считать все треугольники. Мы могли бы воспользоваться принципом парности. А именно, что у нас два треугольника, светлые и темные, образуют ромб. Таким образом мы увидим, что у нас раз ромб, два и вот это все ромбы, ромбы, ромбы и остается только последний ряд треугольников, которые не имеют соответствующей пары. Поэтому светлых треугольников больше ровно на 8 штук. Соответственно, 7 треугольников пройти не удастся. Да.